Итоги работы за три года подвел Общественный совет Госантехнадзора Московской области. Несколько лет назад он был создан для оперативного решения проблем благоустройства Подмосковья во взаимодействии с региональными общественными организациями. Вы знаете, за три года более 6 тысяч публичных общественных мероприятий было проведено. И благодаря этим мероприятиям более 4,5 тысяч объектов различного рода на территории Подмосковья приведены в надлежащее состояние. Вы знаете, это очень большие цифры, потому что мы все с вами прекрасно знаем, что даже один объект привести в надлежащее состояние. По словам председателя Совета Владимира Воронина, за три года проведены 126 субботников, более 80 рейдов по объектам воинской славы. Активно решалась проблема бесхозных детских площадок. На баланс были приняты более 400 объектов. Проведены профилактические акции «Паркуйся правильно» и «Договор чистоты», «Договор чистой совести». Также одним из приоритетов оставалась ликвидация несанкционированных свалок. Все члены общественного совета дружно поддержали и развивали совместную работу с движением в поддержку государственной политики, которая имеет разлетенную сеть местных отделений в муниципалитетах. Эффективность этой работы можно показать на примере Щелковского муниципального района, который недавно с инфекционной поездкой Татьяна Семеновна, как мне известно, посещала. Работа совместно с Торгово-промышленной палатой Московской области помогла направить предпринимателям региона более 2000 извещений, позволивших заблаговременно устранить нарушения в благоустройстве и избежать штрафов. За прошедший год уже почти 25 миллионов рублей, которые могли бы быть штрафом для предпринимателей, с вашей помощью ваших инспекторов направили на благоустройство. И предприниматели чрезвычайно это высоко ценят. Татьяна Витушева подчеркнула, что в перспективе Совету необходимо сделать акцент на привлечении общественного актива внештатных инспекторов. Особенно в год волонтера, которым говорит президент, в год добровольца, вот это вовлечение общественных организаций в идею наведения чистоты и порядка благоустройства на территории Подмосковья, она должна быть у вас действительно не последней. Было также отмечено, что большим подспорьем для работы инспекторов может стать деятельность представителей молодой гвардии и юноармейцев. На заседание в Общественный совет были приняты руководители подмосковных отделений юноармии и Российского военно-исторического общества. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».